Все, запись пошла. Добрый вечер, Хасай Алиев. Привет, привет, Алексей, привет. Я уже тебе картину выставил, как ты тогда в самом начале в нашем сериале коротком говорил. Оставьте свои новые или старые картины, которые, чтобы все порадовались. Вот я себе поставил, вот такое, «Новогодняя ночь», «Новогодняя ночь», которая тоже недавно была у меня на выставке, вот я ее и поставил, «Новогодняя ночь». Какой вопрос у тебя, Алексей? Так, вот сегодня какой вопрос будет? Я сегодня увидел как раз в шестилетней давности ролик у вас в Фейсбуке. Можете рассказать, о чем это ролик? А какой именно ты имеешь в виду? Там Фейсбук у меня на стене много. Да, про ложку, которую прикладываете к носу, к носику нашему любимому. Слушай, зачем ножку прикладывать к носу? Напомни мне, пожалуйста. Так, нос это, может, как-то давление, понижение. А, насчет давления. Да, 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 да. У меня было изобретение. В 87-м году я его опубликовал в журнале, где главный редактор Бехтерева, Академии наук, журнал «Физиология человека». И там мое изобретение было опубликовано в виде научной статьи. И там было написано, что если человек находится, ну, я своими словами сейчас говорю, если человек находится в состоянии, когда рядом нет скорой помощи, нет таблетки, нет никакой другой помощи, а у него давление высокое, чтобы себе быстренько оказать скорую помощь, пока едет скорая помощь, вот, то в этот момент надо быстренько посмотреть, какая половина носа теплее. Ну, обычно бывает левая половина, в 80% случаев. Левая? Ну, в принципе, ну, обычно левая, да. Я понял. Кстати говоря, я вот сейчас чай пил, я тебе сейчас сразу продемонстрирую. Да, а можно вот сейчас вопрос задам? А вот от чего именно давление появляется у людей? Ну, давление может по разным причинам подскочить. Совершенно по разным причинам. Но это для тех людей, которые еще метод ключ не знают, потому что если метод ключ его знает, он регулирует свое давление, он знает точки, какие нужно нажать, он знает, как вызвать у себя состояние саморегуляции и отрегулировать давление. А если он не знает, вот это для всех, для всех. Быстренько посмотреть вот двумя пальчиками, какая половина носа теплее. И вот оказывается, оказывается, организм сам пытается наладить кровоток мозга, чтобы спустить давление. И при этом обнаруживается, что если мы нагреем более теплую половину носа, мы поможем саморегуляции мозга наладить. То есть саморегуляция мозга связана с тем, что температурные режимы меняются. Это легко видеть, например, на тепловизоре, легко видеть термометрии. И все всегда знали, кто занимается тепловизорной диагностикой, что левая и правая половина, они немножко отличаются. Но никто не знал, как это использовать. А я тогда и придумал. Я тогда придумал. И вот, сейчас я, подожди, вот ложку положил, и курицкий вопрос задал, вспомнил свой. А я так раз империализацию... Как грелочку, как грелочку, как грелочку. Я тоже взял, я тоже взял. А, ты тоже взял, да? Конечно, а у меня здесь, оказывается, я горячую воду набрал, оказывается. А, ты уже заранее все когател. Нет, а я пью просто обычный. А, ты просто пьешь обычный. А, нагрел, сделал из нее грелочку, потом надо несколько раз ладошку остудить, ну, чтобы не сделать ожога себе. И потом положить, вот, смотреть, когда ведешь пальчиком сверху вниз, ты вот проходишь, там граница, граница носика, там вот, а потом мягче уже становится. А вот здесь жесткая часть переходит в мягкую часть. Вот это граница. Вот это граница. И вот ты берешь ложечку, нагрел ее в стакане горячей воды, как грелочку, и приложил. И приложил, и греешь так 5 минут примерно. 5-6 минут вот так греешь. За это время ложечка остывает быстро, ну, поэтому лучше две ложечки положить в стакан воды, чтобы эту убрать, а вторую сразу взять. Опять постучать, не забыть, чтобы чуть остудить, и опять греть. Но у меня второй нету, я же не был готов к этому. Поэтому у меня одна ложечка. Ну, а ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да, да, да. Да, и греешь, греешь. 5-6 минут, когда общее время температурного нагревания будет 5-6 минут, убираешь, засекаешь время, и в течение 15 минут после этого давление начинает снижаться. Снижается, снижается, а пока скорая помощь приедет, у тебя может быть уже и нормальное давление. Да, да, это для людей, которым методы ключа еще не было. Это самопомощь в таких разных характеристических ситуациях. А вот, да, 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 вот чтобы новый участник, который будет просмотреть вот этот ролик, да, вот может сказать, какой будет у нас следующий ролик, чтобы люди уже могли были готовы. Какой будет у нас следующий ролик? Да, примерно. Я тебе сейчас отвечу на этот вопрос, но сначала я тебе еще расскажу, что таким образом, когда нагревает более теплую половину поверхности носа, снижается не только давление, так можно и страх убрать, и панику убрать. И вообще, если сильно голова болит, тоже можно так убрать. Да, 5-6 минут погрели, и начинается налаживаться кровоснабжение мозга, спазмы сосудов снимаются, голова постепенно успокаивается, все проясняется, ты успокаиваешься, это очень хорошая штука. Интересно. Я не знал больше. Надо знать, можно ли это делать каждый день, и по сколько раз. Да. Нет, это скорая помощь, но вы можете один-два раза так сделать, больше не надо. И делайте только, когда подскочило давление. А на самом деле, надо сходить к врачу и выяснить, почему у вас это происходит. И врач вас продиагностирует и определит, может у вас это происходит, потому что у вас шея зажата, может быть почки, может еще что-то. Конечно, диагностика. Да, да, да. Это случай, когда у вас нет других, никаких возможностей. Возможностей. Да, интересно. Прямо сегодня такой. А если научишься методу ключ, ну ты-то умеешь уже, а я говорю для всех, вот кто нас будет смотреть, то они могут это делать, не допускать, во-первых, давление, чтобы подставить, и могут сами регулировать свое состояние и без ложечки, и без всяких точек и так далее. А это точки пока нужны, и ложечки пока нужны. Пока человек этого не знает, как регулировать свое состояние самостоятельно. А следующее видео мы с тобой сделаем, ты мне правильный вопрос задал. Я думаю, давай следующее видео тоже еще покажем для скорой самопомощи что-то. Бывает, что тоже, бывают какие вот вопросы, бывает, что что у нас часто встречается, можно для зрения сделать, для сердечников, которые здесь тоже бывают. Да, мы покажем, давай следующее видео. Да, это все увидите, да? Ну все, благодарю вас. У нас очень красиво. А так это смотрит на меня? Да, ну, предновогодняя, скоро же Новый год, я всех, всех поздравляю с беспокойствами, заботами перед Новым годом. Ну, до Нового года мы еще несколько с тобой видео сделаем, как сериал, как ты сам попросил, и сказал, что тебе это очень интересно, и там захлеб смотрит наш сериал, потому что у нас короткие видео, короткие видео, и где-то каждый раз мы что-то полезное даем. Да. Самое главное, подписывайтесь, делитесь с друзьями, комментируйте, лайкайте, и самое главное, самая большая благодарность, это показать людей, хотя бы одному, двум, своим друзьям. Ну да, чтобы люди имели какую-то поддержку. Да, это самая большая благодарность. Да. Давайте. До встречи. До встречи.